Ну вот у нас хочет пару слов сказать наш, я потом, что я потом сделаю, еще хочет пару слов сказать наш пресс-секретарь, один из пресс-секретарей нашего движения Общественного движения СИПАД, Январь Судимов, да, Светлана Якубов. Общественная организация это объединение людей, которые объединяются для достижения какой-то общей цели. Общественная организация СИПАД не исключение. Наши цели и задачи общеизвестны, это земля. Но заставить бюрократическую машину работать в пользу обездоленных людей и решить такую проблему нелегко. Для этого активистами СИПАД было предпринято ряд крупных мероприятий, о которых вы, конечно, знаете, такие как акции пикета у кабинета министров, у секретаря президента, у администрации президента. Это перекрытие трасс, дорог, автопробег, масса, масса различного рода мероприятий. И это, скажем так, сделал нас активными участниками общественной жизни Крыма. И не только Крыма, и Украины. И сделало из нас активного субъекта, политического субъекта на политической карте Украины. Это неудивительно, ведь у нас сосредоточено порядка 15-20 тысяч семей, за которыми стоят семьи, друзья и так далее, на которых они могут повлиять при принятии решений на голосование. То есть даже если рассматривать нашу организацию электорально, она очень привлекательна. Но мы не просто толпа, которая может пойти и поставить автограф напротив той или иной политической силы. Мы есть очень сильная, организованная группа с четкой иерархией и жесткой дисциплиной. Мы можем разыграть любой сценарий, как силовой, так и мирного характера. И можем, скажем так, перевесить чашу весов любой политической силы. И усилить любой режим, если можно так сказать. Мы часто говорили, что мы не политики и не хотим этим заниматься. Действительно, у нас нет политического аспекта. Политического аспекта какого плана? Мы не просим взамен какие-то там проходные места в списке каких-то политических партий. Мы не просим квот и так далее. И власть не ставит нам условия, что если вы проголосуете за нас, то мы решим ваш земельный вопрос. То есть нет условий ни с той, ни с другой стороны. То есть власть увидела проблему, она не искала причины не решать их. Она решает эту проблему. Нам это импонирует. То есть одно решение земельного вопроса уже достаточно, чтобы за них проголосовать. Для нас это уже достаточно. Но если даже этот земельный вопрос опустить, то мы видим, как страна меняется. Если говорить глобально, это нефтепровод Одесса Броды, это украинский корвет, это ракетный комплекс Сапсан, это 3000 отремонтированных новых дорог, это трасса Киев-Харьков, это Евро-2012, которая была на границе Крыма. И так далее. То есть если в Крыму у нас закладываются два новых мусороперерабатывающих завода, мы только 20 лет о них говорим, ни одному, уже два. Это газификация Белогорска. Это самая большая в Европе электростанция, я имею в виду солнечная. То есть и так далее. Люди видят эти изменения. И опять-таки, я повторюсь, если опустить земельный вопрос, которого уже достаточно, чтобы за них проголосовать. То есть вот почему наши мотивы какие. А почему мы не голосуем за оранжевых? Почему у нас такая, скажем, у вас может сложиться обещание, как бы обида, как бы вот нигилизм. То есть мы уже не верим во все это. И сейчас мы видим это обидно по оппозицию. Да, как бы куча партий, там порядка 30, по-моему. В каждой есть там свой фюрер, свой вождь, который видит себя там в каком-то кресле. Поддержка которого 0.02 там на грани погрешности. То есть к чему могут, что могут дать эти люди? То есть ничего. И более того, эта власть поддерживает режим, режим дживилевщины, который нам не подходит. Который устраивает всякие перепоны, тормозит решения в частности земельного вопроса. И в комплексе всех крымцитарских проблем. Я вот вам хочу привести один очень интересный опрос. В «Голосе Крыма», «Голос Крыма» проводил. Было опрошено порядка 30 респондентов. Это студенты крымцитарских вузов. Крымский татар, студенты крымцитарских татар. Которые... Вот был такой вопрос. Укажите имена известных вам ветеранов крымцитарского национального движения. 18 человек даже не вспомнили вообще никого. То есть это результаты политики господина Джимилева. Все знают только его. И имена известных вам все так. То есть тоже как бы так. Более того, Рефата Чубарова и господина Джимилева писали в графу «Деятели культуры». То есть вот оценки «Деятели культуры». И вот это и мотивы, почему мы голосуем за партию регионов, почему мы не поддерживаем. То есть первое, мы голосуем за них, потому что они решают наши проблемы земельного плана. Второе, это то, что глобальное, то, что я перечислил. И третье, мы голосуем за них, голосуем против той оранжевой силы, которая идет. И еще один пункт. Нам просто импонирует, как люди работают. То есть пришли нормальные люди, нормальные управленцы, менеджеры. Там нету лозинских с 20 тысяч гектаров в годе, которые охотятся на людей. Там нету депутатов, которые замешаны в артеке и так далее. То есть нормальные люди. Спасибо.